Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективно и достоверно в программе «В центре внимания». Здравствуйте! У микрофона Шахада Цейбназарова. Программа подготовлена Британским институтом по освещению войны и мира. В ближайшие несколько минут мы снова с вами поговорим о том, что важно. Более 60 тысяч человек примут участие в параде в честь 25-й годовщины государственной независимости Таджикистана. Тысячи студентов каждый день под палящим солнцем в течение двух летних месяцев в Душамбе и в регионах тренировались праздновать юбилей независимости. Чтобы не попасть под исключение из вузов, молодые люди вынуждены были утром и вечером выходить на маршировки. Все подробности у Сафарбека Халила. Центр Душамбе перед парадом превратился в сплошное людское шествие. Ранним утром и поздним вечером район вокруг площади Дусти был закрыт на несколько часов для подготовительных маршировок. В театрализованном мероприятии были задействованы до 20 тысяч студентов. Учащихся разделили на три части. Первая группа – это студенты военной кафедры, которые должны пройти в параде. Они начали подготовку еще в мае. Вторая группа стала маршировать с 11 июля. И третья группа студентов подключилась к маршировкам 1 августа. Одинал студент третьего курса Таджикского национального университета принимает участие в маршировках из чувства патриотизма. Мы приехали в Душамбе из отдаленного района. Нам обещали, что нас обеспечат жильем на время маршировок. Принуждают меня участвовать на маршировках или нет? Я вот что скажу. Это важное политическое мероприятие и участие каждого гражданина здесь обязательно. Мы празднуем 25-летие независимости страны. И я убежден, что шествие молодежи в день праздника – это показатель суверенитета нашей Родины. Министр образования и науки Таджикистана Нуриддин Саид на пресс-конференции в июле заверил журналистов, что таджикские студенты сами изъявили желание участвовать в маршировках для подготовки к торжественному театрализованному шествию. Однако позже выяснилось, что студентам и их родителям пришло уведомление от руководства вузов в том, что они обеспечили участие своих детей на очередной маршировке в честь 25-й годовщины независимости Таджикистана. Согласно указу министра образования и науки Республики Таджикистан под номером 051-359 от 27 мая 2016 года, все студенты образовательных учреждений с 10 июля 2016 года по 9 сентября в обязательном порядке должны участвовать в маршировках и театрализованных мероприятиях, посвященных 25-летию независимости Республики Таджикистан. В случае отклонения в отношении их будут приняты меры. По словам Исмуила Фази Зуда, заместителя председателя Федерации независимых профсоюзов Таджикистана, маршировка – это часть общественной работы. Маршировка – это вид общественной деятельности. Список общественных работ утвержден правительством страны. Этот вид деятельности входит в общественную работу. Каждая деятельность, согласно своей специфике, приведена в указах правительства Таджикистана. Есть список привлечения к таким работам. Есть определенные виды общественной деятельности, которые должны оплачиваться. Учащиеся не получили ни одноразового питания, ни оплаты за то, что несколько месяцев маршировали под палящим солнцем. К тому же студентам даже не покрыли расходы на транспорт. Привлечение студентов к таким массовым мероприятиям уже вошло в моду в Таджикистане. И это не первый случай. Нурмухамаду Шамсову в свое время удалось избежать ежедневных репетиций. В 2004 году, когда я был студентом второго курса факультета журналистики Таджикского национального университета, нас отправили на маршировку, посвященную празднованию 80-летия столицы. Мне надо было приезжать каждый день из Гесара и тратить от 14 до 18 самани на дорогу и обед. В деканате мне сказали, если я хочу отказаться от участия в маршировках, необходимо найти законное основание. Я написал заявление на имя проректора университета, отметив, что у меня нет финансовых возможностей участвовать в ежедневных репетициях. Мое заявление подписали и освободили от участия в маршировках. Это было принудительно и мешало процессу образования. В других городах и районах республики также пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню Независимости. Только в регионах к маршировкам привлекли еще школьников старших классов. По сути, студенты и школьники этим летом не успели отдохнуть. Им предстоит сложный учебный год, говорит Рукия Бахромова. Я думаю, неправильно привлекать учеников средних школ к маршировкам и другим мероприятиям политического характера. Во время летних каникул ребенок должен отдохнуть, отправиться в летние лагеря и начать новый учебный год, набравшись силами. Такого рода маршировки только истощают детей, и дети начинают учебный год уставшими. Они не в состоянии будут хорошо воспринимать все, что говорят учителя на уроках. В свою очередь Карим Сулиев, заместитель руководителя Академии МВД, считает, что вовлечение молодежи в политические мероприятия не является принудительным. У нас есть Международная организация труда, в рамках которого приняты ряд международных документов, где перечислен род деятельности, который входит в список принудительных. Политические мероприятия не входят в данный список, поэтому участие в такого рода мероприятиях не является принудительным. Эти помпезные мероприятия очень дорого обходятся казне, только о потраченных суммах не принято говорить в прессе. Финансовые затраты не будут опубликованы, но критики уже подсчитали эти расходы в размере десятков миллионов долларов. Вопрос в том, стоит ли тратить такие деньги на поднятие чувства патриотизма у граждан страны, не лучше ли направить эти средства на социально-экономические проекты для третьей населения Таджикистана, которая проживает за чертой бедности. Репортаж подготовил Сафарбеки Халил Душамбе. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть какие-либо комментарии, вопросы, или вы желаете рассказать о своей проблеме, вы можете позвонить на наш номер 44-640-1011. Вы слушали программу, подготовленную Британским институтом по освящению войны и мира. У микрофона была Шахадация Ибназарова. Наши радиосюжеты и статьи вы можете найти на нашем сайте в интернете. А также на Фейсбуке вы можете посмотреть нашу страничку IWPR Таджикистан. Встретимся на этой же волне в то же время ровно через неделю. Мы снова с вами поговорим о том, что важно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова